В радиаторах. Видимо, там были установлены радиаторы даже большей мощности, чем это предполагалось по проекту. Вы хорошо меня слышите, Валерий Анатольевич? Да, да, да. Прекрасно. И мы прочитали в отзыве на исковое заявление. Дело уже было направлено в мировой суд, поскольку решался вопрос об оскорблении. И сумма иска была менее чем на 50 тысяч рублей. И адвокат, защищавший женщину, которая оскорбляла председателя ТСЖ, утверждал, что сейчас, когда в нашем обществе снята всяческая цензура, вот эти матерные слова, которые потребляла жилица дома в отношении председателя, не могут быть квалифицированы как оскорбление. И, кроме того, этого не могло быть, потому что у нее имеется грамота почетного педагога. Одним словом, этот человек очень именитый, очень авторитетный. Это Ирина Владимировна, по-моему, смеется, да? Да. Вот спрашивается, как в этой ситуации защищать интересы самого председателя ТСЖ. Тогда мы привели пример из классики. Я отыскал книгу «Театр» с Эммерсетом и Моэма. Это один из любимых моих писателей. Там, где Джулия Ламберт, известнейшая актриса по этой книге, может быть самой вежливостью на сцене, но в отношении собственной прислуги она довольно грубо себя вела. И она могла употреблять слова, как, например, «закрой пасть, старая корова» и так далее. И поэтому этот пример, когда он был приведен на суде, что один и тот же человек может выступать в очень разных качествах, и нельзя судить только лишь на основании формальных «имеется грамотно». Это педагог, это уважаемый человек или неуважаемый человек. А какой вывод можно сделать? И, кстати говоря, в этом споре суд удовлетворил иск о возмещении вреда деловой репутации председателя в результате оскорбления, причиненного жильцом. Ну, конфликт был таким образом в судебном порядке урегулирован. Для чего я эту историю вам рассказал, уважаемые коллеги? Очень часто в ходе конфликтной ситуации мы, опираясь на традиционные способы регулирования споров, ищем правых и виноватых, даем оценки сторонам. Когда начинается процесс примирительных процедур, скажите, пожалуйста, имеет ли это важное значение или нет? Установить, кто прав, кто виноват. И где находится истина? Поиск объективной истины. Что вы по этому поводу думаете? Вам понятен мой вопрос? Да. Истина посередине. И за сторонами. Истина посередине, предполагаете? Ну, то есть, умиротворить какой-то в полном объеме потензии одной стороны, если говорить о применении на такую группу, не удастся. То есть, ищут решения, которые будут наиболее оптимально могут умиротворять интересам агентства. Поэтому, получается, что это действительно среднепромежуточное. Но это, на мой взгляд. Среднепромежуточное. Если я правильно вас понимаю, Ирина Владимировна, вы говорите о компромиссах и частичных уступках? Ну, скорее, частичных уступках, наверное, а компромиссах, вот, здесь немножко на самом деле. Скорее, об уступках. О поступках? Уступки – это всегда хорошо. Я имел в виду, что в ситуации конфликта очень часто есть желание у сторон спора и у специалистов, да даже у многих медиаторов,